Здравствуйте! Вы на канале онлайн-школы домашнего сыроделия Чизлаб и я ее преподаватель Светлана. Недавно от нашей подписчицы поступил вопрос о том, как правильно откалибровать PH-метр. Поэтому сегодня мы остановимся подробнее на работе данного устройства и его настройки. Каждый сыродел хочет, чтобы его сыр отличался безупречным качеством, для того, чтобы продукт всегда обладал одинаковым вкусом, запахом, текстурой, необходимо измерять кислотность. Кислотность молока и самого сыра на разных этапах. Именно этот показатель будет влиять на вкусовые характеристики, а также на влажность и пластичность сыра. Кислотность необходимо измерять на протяжении всего процесса изготовления сыра в разные этапы, особенно когда сливается сыворотка. Для измерения кислотности молочных продуктов используется этот прибор. Он и называется PH-метр, может быть абсолютно разным. Сорта сыра, которые обязательно измеряют на кислотность, это гауда, чеддер, маздан, пармезан и вытяжные сыры, и много других. Мечтаете приготовить свой собственный пармезан или моцареллу? Для начала предлагаем попробовать себя в роли сыродела. Приходите на наш бесплатный мастер-класс и представьте, всего за полчаса на кухне у себя дома вы сварите свой первый домашний сыр. Переходите по ссылочке в описании, оставляйте свои контактные данные и до встречи на мастер-классе. Каждый PH-метр нуждается в калибровке. Чем дороже прибор, тем более автоматическая в нем эта процедура калибровки. Но не верьте, если в описании к прибору где-то пишут, что он откалиброван и сразу готов к использованию. Для любого PH-метра, особенно перед первым его применением, требуется процедура начальной калибровки с помощью растворов. Конечно, без выполнения этой процедуры он будет работать, но погрешность может вырасти в разы, что приведет к искажениям измерений и непоправимым последствиям в результатах. Продавцы зачастую не предлагают своим покупателям покупать сразу калибровочные растворы, почему не знаю. Поэтому всегда сами спрашивайте их при покупке. По способу калибровки PH-метра делятся на 1, 2 и 3 точечные приборы. Точками называют растворы с кислотностью в районе 4, 7, 9 или 14. Для разных моделей они могут быть свои. Читайте инструкцию или требования калибровки именно для вашей модели. Это может быть раствор PH-686, а может быть 7, 0. Для разных приборов они могут быть разные. Еще понадобится раствор, возможно, 4, 0 или 4, 0, 1. Так устроены приборы, что именно такие показатели считаются отправными для настроек. Двух- и трехточечные дают, конечно же, более точные показания. В зависимости от модели могут понадобиться 2 или 3 разных раствора. Каждый из таких растворов как раз будет калибровать одну точку. Для процедуры зачастую используют специальные порошки, которые необходимо растворить в дистиллированной воде для получения буферного раствора. Как правило, вместе с ними идет инструкция. Там есть требования по количеству воды и ее температуре. Порошок нужно насыпать в стакан и разбавить необходимым количеством воды. Таким образом мы получим раствор для калибровки PH-метра. В продаже также есть и готовые буферные растворы, но они стоят, как правило, дороже и подходят не ко всем PH-метрам по значению. После приготовления раствора в него нужно опустить электрод и нажать на кнопку калибровки. Или подкрутить регулировочный винт на самом приборе, если это механическая настройка. После процедуры обязательно очистите PH-метр теплой водой и нельзя тереть электрод. Нужно аккуратно промахнуть его бумажным полотенцем. При регулярном использовании прибор нужно калибровать раз в одну-две недели. При редком использовании можно это делать раз в месяц. Приготовленные растворы можно хранить в темном месте при комнатной температуре достаточно долгое время. Главное это закрывать их плотно и обязательно подпишите каждую баночку с ее значениями. Не нужно каждый раз готовить новый раствор и при необходимости калибровки. Просто используйте ранее приготовленный. Но уже сегодня вы можете приготовить сыр по несложному рецепту из простых ингредиентов и без использования специальных приборов. Напоминаю, что ссылка на наш открытый мастер-класс в описании. Оставляйте свои вопросы в комментариях и мы обязательно ответим на них в наших новых видео. А с вами была Светлана. И помните, сыроделие это творчество. Давайте удивлять близким вместе. Всем пока! Пока!